Давайте же пофантазируем. Пройдет несколько лет, по Лимскому проспекту, в Москве, вот так будут ехать счастливцы, вернувшиеся из первого полета на Луну. Нам думается, их будет трое. Один ученый, например, астроном, самый серьезный из всех, философ. Другой пилот корабля, инженер, человек сугубо практический, шутник. А третьим нам хочется, чтобы была девушка. Пусть она будет врачом или биологом, а по натуре художником. Когда торжественный шум приветствий стихнет, мы попросим космонавтов. Расскажите нам просто, неофициально, как там? Ведь это была первая встреча человека с Луной. И вот космонавты ведут нас мимо ценнейших научных материалов, привезенных с Луны. Мимо лент самописцев, коллекций минералов, образцов грунта. Они предлагают нам посмотреть свои любительские кинозарисовки. Каждый снимал, что хотел. Для души. Вот очерк, снятый космонавтом-ученым. Луна встреча. Местом посадки заранее был выбран район кратера Коперник. Точнее, его южные отроги. Первые люди первый раз приближаются к другой планете. Автоматическая кинокамера ввела непрерывную съемку во время посадки. Снят величайший момент в истории жизни на Земле. Миллиарды лет тому назад на Земле появилась первая живая клетка. Из нее развелась могучая биосфера, окутавшая планету. Наконец, появился человек. Когда-то жизнь вышла из океанов на сушу. Сейчас она выходит за пределы планеты. Идет процесс непреодолимого развития и распространения жизни. Приближается первый остров на пути человека в просторы космоса. Мы не найдем здесь ни одного нового химического элемента. Здесь действует единый для всей Вселенной законы природы. Но здесь другие масштабы. Другие пропорции. Другие сочетания. Иная сила тяжести. Космос соприкасается с грунтом. А это значит новые неведомые землянам минералы. Новые ландшафты. А может быть и особые формы жизни. Первые люди первый раз садятся на другую планету. Вот и все. Как просто это произошло. Спасибо. Спасибо.